Так, прошу прощения, а снова каким-то причинам бандикам не хочет записывать партию с самого начала, хотя я отчетливо нажимаю на кнопку записи. Продолжается матч с Антоном, Е4, испанская партия, и в прошлый раз Антон сыграл вот этот интересный вариант с ходом Т4. В этот раз получится обычная испанка, Д3, Б5, 2-0, слон Е7. Я не большой специалист теории варианта Д3, но какое-то самое общее представление имею, конечно. Д6, А3, ну да, это модная линия. На самом деле по-разному тут играл за черных. Попробую вот раз просто для меня. А, Аш-3, Аш-3, по-моему редко встречается, в основном белые все-таки играют К3. Раз на К3, если у нас играется на ЛЖ-4. Считается, что это все нормально для белых, но вот. Теперь у черных есть ход слон Е6, логичный очень. Да, в принципе мне нравится ход Аш-3, потому что после слона Е6 обычно белые отвечают к конь Д5, но здесь белые не успевают войти к конь Д5. То есть приходит рак конь Д2, но конь Д2 это все-таки положение пешки на А3 означает, что черные и белые хотели бы поставить коня Антона С3. Другое дело, что все эти нюансы, наверное, не имеют, строго говоря, никакого значения, и у белых вполне игровая позиция, может они даже на какой-то перевес рассчитывают. Но вот все-таки с принципиальной дошлиния комбинация ходов А3 и С3 выглядит немножко ненатурально. То есть тут Антон сначала сделал вид, что хочет убрать слона на А2, потом убирает его на С2. Прошу прощения за поведение местных домашних питомцев. Так, и кстати грозит Д4. Мне это не нравится. Может быть надо пойти Д5. Д5 не исключено, что связано варианты с какой-то жертвой пешкой, а может быть и нет. Может я могу ферзем побить на Д5. Да, надо сыграть Д5, потому что я хотел бы пойти А6, может быть Ладея 8 была неточность, надо было играть А6 сразу. Потому что теперь на А6 был ход Д4, немножко я не успеваю воспрятствовать на движение белых в центре. Еще видимо сыграла неаккуратно, потому что вот здесь был ход Кунь Е5. Например. С хорошей позиции у белых минимум. Е3 мне кажется помягче. Ответы тут у черных снова нормально. Подграживает наверное Кунь Е3, хотя в принципе у него там ничего такого нет. Слон Е7 расположен не очень хорошо, но если он уйдет, тогда будет Слон Ж5. По этой причине наверное сделаю вот такую вот микрофорточку. Кунь Е2. Не знаю, хочет ли Антон действительно съесть ТЕ5, но нельзя исключать, что хочет. Поэтому выведу слона. На Б6 или на Ц5 или на А7 он будет смотреться неплохо. Слон Е3. Тогда пойду слоню Ф5 наверное. Таким вот образом защищая пешку Е. У черных не может быть проблем. Если черные провели Д5 и белых сразу не наказали, то это обычно нормально. Но перевеса тоже наверное нет. Правда вот тут есть ход Кунь Е4. Даже не знаю. Я абсолютно зря его конечно накинул так быстро. То есть я могу ошибаться здесь, остаться без фигуры в итоге. Но мне уже откровенно говоря поднадоело в каждой партии очень сильно проседать по времени. Так что... Пораз с ним что-то делать. Вроде бы фигура отыгрывается, а черные получают какой-никакой перевес. Кажется сильнее всего ЦД. ЕД, Ферст Д2, ДЕ, Кунь Е3. Наверное мне придется брать на Е3. Несмотря на то, что немножко давлю на белый центр, что-то серьезное для этого извлечь тяжело. К тому же какой-то момент белый центр, на который я давлю, может двинуться вперед, и тогда уже белый центр надавит на меня. Этого не очень хотел делать бы. Но видимо Антон так и собирается поступать. В принципе ход Ферст Д2 не самый полезный, но иначе не уйдешь из-под связки. Ну вот тут такое ощущение, что должен брать. Не хочется, конечно, но видимо придется. И Кунь Е3. И к сожалению у меня эта вилка на слонов, поэтому придется видимо отдавать слона. Была идея, Слон Д3 и Слон Х3, конечно. Тогда будет Слон Д3, ФЕ, Слон Х3, Е4. Ферст Д5, Д4. А потом там ферзь h5, и вообще там ферзь h5 есть. Тогда это, кстати, имеет смысл. Интересно, кем Антон будет брать. Я вообще думал, что фе принципиально, но может быть ладьёй в итоге сильнее. Да, наверное, ладьёй сильнее. Но если ладьёй, то тогда я могу пойти c5 и немножко отфиксировать эти слабости. Или поменяться, потом пойти c5. Опять же, не верится, что это серьезный ферзь, но хоть какие-то шансы. Да, ладьёй берёт Антон, беру. Опять же, видимо, нельзя брать фе из-за слона шты, ферзём, и тогда c5. Может быть, это микро-шанс. Правда, при этом позиция остается сложнее, то есть и у Антона появляются некоторые шансы на победу. b4. Вот, например, b4. Наверное, неплохой ход. Который я серьезно недооценил. Пойду ладь от c8, но вот это уже... Походу ладь от c8 уже видно, что что-то не то. Хотя, может быть, черные все равно пока еще давят. Если слон уйдет на b1, надо смотреть ход c4 всегда. И пешка может паровозом пройти на c3, и на c3 она будет сильно напрягать моего соперника. Да, поэтому Антон берет, туда ферзь c5. Не, ну это все-таки... С одной стороны пешка д-проходная, с другой стороны она очень далеко. На пешку a3 я нападу. Наверное, черные играют на победу. Ну, у меня, как обычно, очень мало времени. Я думаю, все мои зрители уже привыкли к этой особенности игры под запись. А ведь есть много людей, которые записывают свою игру и при этом не проседают по времени. Я теряюсь в догадках, как им это удается. Ферзь c5, вот, например, здесь я 2 секунды потратил на взятие ферзя. Что как бы весьма показательно. Кондричь 4. Это все ожидалось. Не знаю, куда лучше убрать тесла, на G6 или на D7. Наверное, на G6 все-таки. Тогда Слон Б3. Не, ну ладно, Слон G6 не может быть плохим ходом, надо его делать быстрее. А, F4. F4. Пойду к конюшу 5, надо нападать на что-то уже хотя бы. Замечательно, это был зевок. Видимо, продаем, кажется. Или нет. Не знаю, возьму, но, видимо, это проиграем, что белые G4 сразу пойдут. Да, белые G4 сразу пойдут. Ничего не вижу. Ж4 сыграно. Да, он придется просто играть по цвету без фигуры. Наверное, у меня есть какие-то шансы, может быть, третья пешка потеряется. Это, конечно, был грубый зевок. И вот недостаток того, что я проседаю по времени в каждой партии. Может быть, позиция игровая. Все-таки эти пешки слабые. Ладья Ц3 есть в рядах. На G4 сейчас упадет. Забираем на G4. Ну, правда, Ладья Ф1 теперь есть ответ. Кунь Е5. И Ладья Ф5. И меня, наверное, неприятно подвязывал, что будет грозить слон Ф7. Так, ну это, видимо, зевок. Здесь слон Ф7. Но уже не было времени разбираться. Кроль Аш7 придется играть. Может быть, там просто родов не было. Может быть, зевок был вынужден. И Ладья Ц3. На самом деле, черные очень близки к тому, чтобы забрать все пешки. Если они заберут все пешки, то будет ничья. И Антона тоже не так в лугово имени. Может быть, это шанс. Да, вот в этой позиции большие шансы на ничью. Хотя пешка D все-таки проходная. Я пытаюсь тоже двигать. Ну да, но вообще у белых не исключено, что тут вполне реальные шансы выиграть в этой позиции. Фигура, слон, очень сильная фигура в Эншпене. Очень сильная. Надо как-то активизировать Ладью. Сейчас я кладу B6. Даю шаг. Еще один шаг. Этот шаг, наверное, был лишний. Теряется координация. Сюда, там еще один шаг. Еще один шаг. Еще один шаг. Не понимаю, почему-то он не играет на победу, если честно. Мне кажется, что все шансы были у белых. Хотя, да, наверное, координация тут немножко испортилась. Ну да, пока всем спасибо за внимание. Интересная партия. Матч продолжится совсем скоро.